Потому что я тоже перехожу в доход, у меня закончились ресурсы. Моя нация позволяет мне закрыть, я закрою, чтоб передвинуться бесплатно. Наверное в технологиях я передвинусь, Наталья, чтоб или мне избавиться от этого кубика. Вот я домик от желтого избавлюсь. Или избавляюсь от домика, или получаю карту технологий. Не буду я сейчас с технологиями работать в этой партии. Все, лидеров я своих отыграл. Следующее, что я должен обязательно сыграть карту. Игнорируйте требования для улучшения технологий. Каждый раз улучшаю, получаете три победных очка. Золотой век называется, Наталья. В эту эпоху она работает. Ну-ка я покажу зрителям. Все, теперь мне вот эти требования до лампочки, Наталья. Я могу до третьей ступеньки прокачиваться. Еще за это каждый раз улучшает технологию. Я буду получать три победных очка. Вот я сказал, что я в технологии не пойду. Ну, ну ладно. То, что будет, то и прокачает. Пускай будет. Потому что вот это у меня, честно скажу, терраформирование осталось. Можете размещать здания на непроходимых участках столицы. Делая это, будете получать пять победных очков. Я смог бы на красные эти точки лепить вот эти вот здания. И получается за каждое здание пять победных очков. Мне кажется, я хочу горизонтали здесь сложить, вертикали. А так не хочу. Следующее. Следующее у нас что? Опять стрелочка вверх вот идет. Я, кстати, вот. Я игнорирую. Что у меня? У меня должно быть кто-то или ты или я находиться на этом участке. Но я игнорирую это требование. Прокачиваю свою технологию и получаю вот этот бонус. А что ты игнорируешь? Ну смотри, Наталья, и ты же получишь тоже. Не бойся. Я получаю одно победное очко за каждый сыгранный арсенал. Всего лишь два победных очка я получаю. Ну-ка посчитай меня. Раз, два. Да. Ну и ты получаешь этот бонус. Сколько у тебя арсеналов сыграно? Тоже два. Да. И плюс ты забираешь эту карту технологии у меня. И, конечно, кладешь ее в нижний ряд. Сможешь ее еще тоже прокачивать. Там что-то получается вместе с кубиком. Вместе с кубиком. Так я, наверное, не могу уже ее прокачивать. Или все равно могу? Сможешь прокачивать опять ее. Моя нация наркоз изобрела. Сейчас ты будешь наркоз изобретать. Вроде все сходится. Теперь лавровые листочки работают. Получать победные очки за технологию я пролетаю. 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 Блин, надо будет технологию какую-то хапнуть. Чтобы хотя бы мой золотой век работал. Но я думаю, здесь я приобрету. Дальше. Символы получить. Одно победное очко за каждую горизонталь и вертикаль. Смотри. У меня раз, два, три горизонтали полностью заполнены. Три умножить на один. Три победных очка хапну. Раз, два, три. Молодец. Там хорошо. Получил. Я тут больше получу. На этой. Десять плюс семь. Семнадцать. И плюс четыре. Двадцать одно победное очко. Ну-ка, давай я сам. А то ты. Двадцать одно. Тридцать четыре. Пятьдесят пять. Да. Вот так вот надо играть. А что это за так? Вот я все. Так это я сделал. И плюс у меня остается одно победное очко за каждую контролируемую еще территорию. Ну, тут вообще два победных очка. Мне нужно это такое. Я так не играю. Так, все лавровые листочки разыграл и ручка работает. Уже получаю остальные ресурсы. Ну, две денюжки я получаю. Одного человечку. Раз, два, три, четыре грибка. Четыре. Вот видишь, больше восьми. Каждого ресурса вообще в этой игре иметь нельзя. Да. И две звездочки. Получаю. Так. А, еще ж карту. Фирмы совсем у меня не работают. Еще ж карта. Карта может какая-то придет все-таки. У-у-у. И еще территорию, конечно, с твоего мешочка. Территорию не забывай. Территорию. Только мне уже территории распространяться некуда. Мне надо что-то захватывать. А я же теперь смогу захватывать. Все. Да. Вот к тебе, Гляк. Сейчас опять получит 10 победных очков. Я не успею. Ну, давай. Ты ходишь. Первая. Да. Твой ход. Ну, что ты хотела успеть? Ну, пойду сюда. Отдаешь, значит, звездочку уже и один любой ресурс. А теперь, пожалуйста, ты получаешь человечка. Угу. Это рабочего одного. Не знаю, зачем он тебе. И получаешь одно победное. Да, да, да. Вот это значок говорит о том, что ты получаешь одно победное очко за каждую территорию, которая находится у тебя в запасе. Вот они у тебя хранятся. Ага. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наталья, и плюс ты достижения получаешь. Ну, первая, самая маленькая. Это у нас красный сектор. Самая маленькая. Самая маленькая. Казармы. Вот такие казармы появятся в твоем городе. Нет, фигурки, конечно, домиков здесь классные. Хе-хе-хе. Блин. Ну, вот куда его всунуть? Я потом придумаю, в каких играх их еще можно будет использовать. Это ж четыре. Четыре сразу ячейки. Вот думай. Ну, это я хочу оставить на будущее. Ну, и что? Это ж не туда, не в Красную Армию. Получается, ты отыграла свой. Поход переходит ко мне. Да. А я не могу упустить такой возможности, чтобы не потратить вот один ресурс. Я звездочку трачу, чтобы тоже передвинуться в войне. На одну ищейку. Один ресурс я потратил. Могу выбрать завоевание или избавиться от Красного Домика, от Арсенала. Избавься от Красного Домика. Нет. Я пойду завоевывать соседнюю территорию. Для этого у меня есть специальная Наталья Фишки. Я центральный герк завоевываю. Все очень просто. А значит, что? А значит, я получаю вот это достижение. Я отмечаю, завоюйте центральный остров. И получаю моментально 10 победных очков. У меня было 57, стало 67. Ну и плюс я, конечно, бросаю кубики. Без этого никуда не деться. 5 победных очков или получить здесь какой-то бонус, который нарисован. На центральном гексисе никаких не нарисовано. Значит, я просто получу. Раз, два, три, четыре, пять. Идем к соточке. Хоть 100 победных очков кто-то получит, Наталья, в нашем сегодняшнем летсплее. Я так надеюсь. Нет, у тебя такая ломкарта и кофе такая была. Она такая крутая. Ходи. Давай сюда сбегаю. Ух ты, Наталья. Ты отдаешь денежку одну и еще один любой ресурс. Считаешь нужный. Тут интересный значок. Ты можешь полностью сбросить рынок, обновить его. Затем изобретить. А давай вот эту вот. Ну-ка давай покажу. Зрителям Наталья хочет изобрести казначейство. Ну, чтобы достижения потом получить. А в дальнейшем. И получить вот эту вот казну, которая у нас здесь вот хранится. Вот это здание. Ладно, хорошо. В нижний ряд пока есть. Да. Я же еще получаю это самое достижение. Вот достижение. В желтеньком. В желтеньком. Первое. Это кузница. Смотри. Там огонь горит. Внутри. Где она у тебя в городе появится? Вот. Здесь кузницу ты получаешь. По правилам игры, Наталья, ты не должна наступать на красные кружочки. Но ты, дай, можешь выходить за рамки своей. Так вот я ее кручу и верчу. Допустим, вот так вот. Часть кузницы будет вообще лисеть в воздухе. Ну ты хотя бы двейчики сможешь закрыть. Как ты тут. Это правилами разрешено. Положение такое не очень. А вот так можно, да? Да. Можно. Если ты хочешь что оставить открытое. Планируешь какое-то крупное здание туда ляпнуть. Ну все, ты отыграла. И что только что ты придумала? Написано. Написано металлургию. Ну. Правильно. Вот ты получила кузницу. А можно я тоже, Наталья, к тебе прыгну? Сюда. Я уже не получу, конечно, это здание. Потому что ты... Чего ты туда не хочешь? Отдаю мешочек и один любой ресурс. Я, наверное, человечек отдам. Грибочки тратить не буду. И меня... А, Наталья, ты же должна была открыть сразу, что тут интересно. Да. Ух ты, радио пришло. Изобретать радио можно получить... Нифига себе! Вот этот значок получить еще одну нацию дополнительно. Интересно. А почему бы мне это не взять? Вот я ее сразу и возьму. Посмотрим, что получится. Хотя... Ты скоро дойдешь до конца. Хотя... С твоей нацией ты и это тоже можешь получить. Угу. Так, все, я не менял, получил. Здесь я не получаю никаких достижений. На этом мой ход закончился. Радио... Приемник. Помню, был у батьки моего такой приемник. Наверное, он был у каждой семьи. Ты знаешь, пройду вот сюда. Это что она мне даст? Наталья, если ты перейдешь, ты изобретешь стекло. Ты потратишь один мешочек с деньгами и любой ресурс. И избавишься от одного из домиков. От коричневого, от серого или от красненького. И плюс бонус сможешь прокачать одну из своих технологий. Ну, давай. Ну, все, отдавай мешочек. Подожди, ты с ночного ресурса отдай. Так, я отдам золото. Ну, это сто процентов. Давай рабочего. Хорошо. Какой из домиков уйдет у тебя с твоего планшета? Можно любые, кроме желтого, кроме рынка. Ну, давай так. Серый домик. Ну, может, давай вот так вот закрою и я получу еще один бонус. Один, любой ресурс, потому что у тебя район закрыт. Ну, вот это, мне кажется, более лучше, чем ты в угол туда запрешь. Ну, да. А я хотела уже этот закрыть. Ну, ладно. Как хочешь. От домика ты избавилась? Да. Ты будешь прокачивать одну из технологий? Это бонус. У меня ресурсы. Я не плачу за бонус. Да почему бы тебе не прокачать? И что мне не прокачать? Работает твоя карточка. Эпохи. А я эту могу прокачивать? Это моя не работает. Сергей, я вот эту могу же прокачать, да? Ну, конечно. В нижнем ряду. А почему ты? Что она с кубиком? Не, прокачивай. Все. И ты еще избавляешься от красного здания. Избавляешься. Значок. Это работает. Наркоз. Ну, запросто. Ага. Теперь твой ход закончился. Да. Теперь все. Ну что, пока игра не закончилась, может мне Наталья в космос полететь? Прыгаю сюда. Должен отдать два грибочка. Тебе надо, да, там двигаться. И вот это значок говорит о том, что я получу одно победное очко за каждое деление, насколько я продвинулся на шкале технологий. А я продвинулся только на раз, два, три, четыре ячейки. Хотя что, я получаю только раз, два, три, четыре победных очка. Плюс сейчас бонус. Я могу отдать три любых территории, которые у меня хранятся, и получить за это десять победных очков. Семьдесят шесть, восемьдесят шесть. Ну, ты совсем уже на целый гуха ты меня ушел. Извините. Что там все победные очки получает? Так, два грибочка у меня еще осталось. Я успею еще зрителям показать, как в космос здесь улетать. Наталья, твой ход. Ой, ну пойдут. Пойду к своеванию. Я только что, Наталья, шаттл изобрел. Пока ты там еще чего? Казарму строишь. Да. Кавалерия у тебя еще изобретаешь. Куда ты пошла? Кавалерия. Наталья, здесь на одну ступеньку ты прогнула, да? Да. Хорошо, давай одну звездочку и любой ресурс. Звездочку и давай рабочего. За тобой то я слежу, а сам я плачу вообще ресурс. Ты за мной следишь? Нет. А то я такой противный. Здесь не через дробь. Значит, у тебя будет и завоевание, и избавишься от одного из этих. Ты можешь в любом порядке, кстати. Можешь сначала избавиться от арсенала. А теперь завоевание. Теперь завоевание. Наталья начинает наступать. Хорошо, посмотрим, что она тут натворит. Да, соседний участок. Это бонус-то ты, конечно, не получаешь, но ты имеешь право бросить кубик. Ну что это такое? О, Наталья! Этот значок позволяет выполнить вот этот значок, который ты только что завевала. От серого кубика нет у тебя желания избавиться? Ой, от серого домика. Есть. Есть. Или получить раз, два, три, четыре очка победных. За каждую контролируемую территорию сама. От серого домика я избавлюсь от домика. О-о-о! У тебя там что-то уже складывается интересное. Не знаю. Но мне будет на три умножения. Может что-то получится. О, теперь ты должна больше домиков получать. Да. Что-то я к концу... Ну, за тобой не уйдутся. Все, ты здесь все в кавалерии. Ну, все отработала. Межжверстное путешествие, Наталья, у меня. Два грибочка. Последние грибочки отдаю. И теперь я смогу вытянуть три случайных жетончика, которые я в начале игры показывал, связанные с космосом. С космосом. И, конечно, они идут ко мне. Ой, что-то у меня... Четыре получилось. Ладно. И теперь сразу же игра позволяет мне разыграть только какой-то один. Взять карту и разыграть карту. Вот интересный момент. Я смогу взять карту с колоды и сразу ее разыграть на поле. Но разыграть, закрыв сверху какую-то последнюю карточку эпохи. Наверх. А тут и гонорируете требования улучшения технологии. Каждый раз улучшаю, получаете три победных очка. Да нет. Я по-простому. Вот, выберу это и все. Где? Вот тут уже ренессанс можно закрывать. Все. А эти жетончики будут у меня до поры до времени. Ты на разу на соль положи. Потом уже разыграем. На разу соль положи. Нет, на раз у меня тут все. Да, все. Так, получаю один мешочек с деньгами одного человечка и восемь победных очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почему у тебя все в победных очках, а у меня ничего? Да, Наталья, уже в это время люди там уже двести с чем-то очков имеют. Это мы с тобой, капошимся здесь, тоже профессионалов нашла. Пошли, да. Наталья, все равно играть интересно. Интересно ты что? Думай, как тебе меня догонять. Ну вот я сюда подвинусь. Потому что, в принципе, сейчас твой ход. Сюда подвинусь. А это стоит тебе мешочка. Мешочка. С золотишком и любой ресурс отдавай. Давай и любой ресурс. Ты получишь победные очки за арсеналы, которые у тебя сыграны. Это красные здания. А у тебя их сыграны четыре штучки. Наталья, тридцать шесть победных очков. И плюс ты сможешь от желтого домика избавиться. Я вот его сюда ставлю, да? И у меня получается, что я могу. У тебя закрыт район, и ты получаешь один любой ресурс. Вот по этой подсказочке нам о чем-то говорит. Я могу. За бонус ты не платишь. Да. Просто берешь любую технологию. А технологии получать тебе тоже неплохо. Ну, тоже неплохо. Потому что ты у нас такой тот человек технологичный. Может у меня. У тебя два бонуса. Нет, не повезло. Покажи, почему не повезло. Ну, получишь звездочку, а потом еще избавишься от красного здания. А я и так избавлюсь. Канализация и водопровод. А что без этого никуда? А что без этого никуда? Очень важно. А в деревне уже не важно, Наталья. Хи-хи. В деревне тоже важно. В деревне можно и на улицу сходить, а ты тут выйди, пожалуй. На улице. Нет. Потом в КПЗ-15. До ветра. До ветра можно сходить. Потом через 15 суток только вернешься. Так все. Получилось все, да? Да. Мой ход. Вот. У меня нету грибочков. Вар двигатель я пока не изобрету. Что мне делать? Мне переходить в следующую эпоху или еще побарахтаться где-нибудь? А почему будут? Я буду зрителям показывать, что тут творится в науке, Наталья. Плачу один любой ресурс. Ну вот, допустим, денежки. Мне не жалко заплатить. И смотри, я могу выбрать. Или бросить кубик. А значит, если я брошу кубик науки, я передвинусь в какой-нибудь области. На одном из трек, но не получу раскрестик. Ни награды, ни бонуса. Или мне избавиться от сервоздания. Скорее всего, я избавлюсь от сервоздания. Вот потому что, чтобы достроить и одну из вертикалей у себя. Хоть переходит к тебе. Ну я только здесь могу. Травничество. Посмотрела. Конечно, было бы неплохо вот это вот еще. Что, Наталья? Вот это неплохо было бы. Но у меня не хватает одного ресурса, чтобы сюда сходить и сюда. Почему? Подожди, сюда только один ресурс тратить. А здесь я хочу еще. От этой десяточки. Вот так. Ладно. И туда сходить у меня уже не получится. Хотя, может что-то выпадет. Хорошо. Отыгрываем эти значки. Куда ты пришла? На завоевание. На завоевание. О, ты сейчас можешь натворить. Подожди сначала, что ты завоевываешь. Давай покажем зрителям, как завоевывать чужих. Вот сюда. Это соседняя с твоей контролируемой территорией. Раз ты сюда ко мне проходишь, моя башенка падает. Эта территория становится контролируемой тобой. Центральный Гекс. Да. Противостоять вот такому вот наглому нашествию на меня. Я только могу с помощью карт, которые мы можем встретить в этой колоде под названием «Засад». Ну, я же с зрителем говорил, но, к сожалению, у меня засады нет на руке. Значит, я никак не могу противостоять этому. А, вот тут нельзя показывать. Ну, я для зрителей. Хорошо. Поэтому я так смело сюда шла. И плюс ты выполняешь достижения. Теперь и ты как бы претендуешь завоевать центральный остров. Ты его завоевала. Ну-ка, давай свой кубик. Вот сюда. И ты тоже получаешь пять победных очков. Раз, два, три, четыре, пять. Наталья, давай дальше. Ты кубики должна броситься. Да. Это же завоевание. Ты все равно бросаешь кубики. Или пять победных очков, или взять звездочку. Звездочку возьму. А зачем? А я сюда еще схожу. Хорошо. Хорошо, подожди. Давай сначала, ты только бонус получила. Карту. Да. Карту, пожалуйста. Ну, карту потом почитаю. И избавляешься от последнего красного арсенала. Бесплатно, да. Бесплатно, потому что у тебя фишка твоей карточки эпохи. Ты не плачешь, блин, за бонусы. Да. Не спеши, не спеши, Наталья. Ты же там все хранишь, это три на три. Не надо тогда оттуда лепить. Ну, да. О, только что ты еще одну горизонталь, да? Ну, вот хотелось бы. Ну, так только что сработало, нет? Ну, посмотрим. Еще одна есть эта. Так только что ты вот, только что ты горизонталь сложила. А, ну, горизонталь сложила. Вот, вот, нервно. Отсюда не видно, приходится вставать, чтобы посмотреть, что там творится в твоем городе. У меня в тройное умножение. Во. Тебе надо побольше горизонталь и вертикаль позакрывать. Так, бесплатно получила. Карточку. А кто ты мне дал, это бросила. Все. А ход ко мне приходит? Все, твой ход. А, пойду здесь передвигаться. В технологиях. У меня есть мешочек с деньгами. И любой какой-нибудь ресурс. Ну, тут уже не важно. Вот тут звездочка. Не важно, что основной один ресурс остается. Могу избавиться от коричневого. Коричневых домиков у меня уже нет. Потом от серых домиков. Или от арсенала. Ну, наверное, от арсенала я избавлюсь. А здесь, подожди, что от серого... Нет, скорее всего, я от серого домика избавлюсь. Тяжело что-то успеть. Попробую вот эту. Все, от серого я избавился. Теперь бонус. Могу заплатить один любой ресурс, чтобы стрелочка вверх прокачать свою технологию. Прокачиваю свою технологию, получаю за это три победных очка. Пять, три победных очка. Ну да, радио работает. И плюс, золотой век работает. Игнорируйте требования для улучшения технологий. Но это если только в третий ряд. Каждый раз улучшаю, получайте три победных очка. Раз, два, три. Наталья, у меня сто очков. Можно сюда поставить мой кубик. Это говорит, что у меня ровно сто. Ты молодец. Ну так хорошо тебе пошло. Ходи. Что ходи? Мне надо серый домик убрать, а он только... Вот не пошла я сюда. Ну, серый домик можно и другим способом убрать. Я думала, вот это серый. Вот можно где убрать серый домик. Даже ближе немножко. Если я вот сюда пройду или сюда, я получу эти... Достижения ты получишь. Достижения. Получу, да? Да. А, ну ладно, это да. Подожди, значит ты идешь сюда. Ты тратишь один любой ресурс, ты идешь в науку. Науку. А это говорит о том, что ты будешь бросать кубик и где-то передвинешься. Давай бросай, сейчас я тебе скажу, где ты передвинешься. Ой. А в самой науке ты и передвинешься. И что? Я ничего не получу? И все. Ты не получаешь ни бонусов, ничего. Мишка плохо. Ну, зато здесь получу, если в следующий раз пройду. Да. Плохо. Хорошо, чтобы ты там успела закрыть. Везучая я такая с кубиками. Ты себе с кубиками не везет. Вот видишь, вот в чем рандомчик. Выпало бы что-нибудь другое. И вот это если бы хоть закрыла. Ты бы получила крутое здание. Да. И получила бы много победных очков сейчас. Видишь, как все меняется. Ну, не хватило ресурсов. А так, все, перечеркнуто. Ты не получаешь никаких наградных бонусов. Ну, рискнуло. Понимаешь. Этот вот мне ни туда, ни сюда. Ну, что я ферму снять. Риск благородное дело, хоть переходит ко мне. Да. Я прихожу. Все, в следующую эпоху мне надо в четвертую переходить. И скорее всего я туда перейду первым. О, первый раз. Ты первый. Получай три. Три любых ресурса. Ресурса. Ну, грибочков мне уже не нужно. А где я собираюсь прокачиваться. А это жалко. У меня будут платные бонусы. А подожди. Сначала шнацию свою надо разыграть. Не сразу же карточка. О. У меня осталось еще по шкале по этой передвинуться. Или в военной сфере передвинуться. Там ты уже здание хапнула. Ну, пойду в науку. Здесь передвигаюсь бесплатно совершенно. И получаю все бонусы. Одно победное очко за каждую технологию. Блин. Я только одно победное очко и получаю. Плюс еще. Вот сейчас я еще возьму карту. И штанит. Вот у тебя и так все. Карту. И плюс я получаю достижение в виде вот такой аптеки. И вот сюда я бахну. Аптеку. Опять еще что-то получил. Да. Вот все. Ревизионизм так, как я планировал. Закрываю. Получаю три любых ресурса. Если я планирую прыгать там. Два. Три. Тогда получу, наверное, две денюжки. Три денюжки получу. Вот видишь, раз я закрыл первый, я вступил в четвертую эпоху. Три денюжки. В эту эпоху каждый раз получаю достижение по шкале развития. Также я буду брать любой ресурс. Ну, ты знаешь, что у нас достижение. Это вот эти все здания. Вот эти вот крутые фигурки. Сразу ресурс получил. Если данное достижение уже кем-то получено. Получите. Я получу арсенал. Смогу его расположить в своей столице. Тоже неплохо. Да. Все. Нацию разыграл. Карту разыграл. Следующее у нас что идет всегда? Стрелочка вверх. Да? Стрелочка вверх. Да? Вот мы возьмем. Ой, Наталья, здесь надо находиться, чтобы или ты, или я, чтобы радио прокачать. Чтобы находилась вот здесь вот кто-то. Аж тут. Господи. А вот тебя тут надо. А у меня уже это, игнорировать все требования улучшения, это уже золотой век у меня перестал работать. У меня уже ревизионизм вступил в силу. Эти можно переворачивать. Блин. Значит мне нечего прокачивать. Пропускаем этот момент. Но зато я сейчас хапну много победных очков. Так. Два значка за каждую технологию. Два значка умножаем на одну технологию. Я получаю два победных очка. Где я? Ну раз, два. Дальше. Два раза два значка я могу получиться за все горизонтали и вертикали. У меня раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре умножить на два. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошел. Дальше. Здесь семнадцать плюс четыре. Двадцать одно очко. Тридцать два. Тридцать два. Вот сюда вот. И плюс за каждую контролируемую территорию. Теперь у меня только две контролируемые территории. Только два победных очка. Догнал меня. Все, больше нет. Смотри внимательно. И последний раз за игру я получаю ресурсы. Еще две денежки. Потом раз, два, три, четыре грибочка. Два человечка. Вот с этим надо будет отработать. И две звездочки. Потом еще, конечно, карту получу. Карту, да. Не знаю уже зачем эти карты. Ну да. Есть, конечно, механики. А вот тут у меня есть одна, которую наверх можно выкладывать. Которые позволяют что-то сделать. Наверх выкладывать, да. И плюс еще одну территорию, конечно. Но ты уже другую. Все равно, что территория всегда дается. Ну да. Ходить? Ну я тоже иду. В это самое, в действие дохода. Давай. Наталья, твоя фаза дохода начинается с твоих изобретателей. Бери кубик и выкладывай на любую ИС. Можешь на мою радио положить. Не надо, она у тебя что-то не двигается. Так у тебя же игнорируется. А, ну да. Но ты получишь еще одну нацию. Тебе это надо? Не, не, не. Мне хотя бы с этой разобрать. Все, я понял. Какую ты технологию выбрала, говори ее название. Технология казначейства. Ты уже ушла вообще из-за кадр. Показывай, что ты там. Давай я зрителям покажу. С нижнего ряда Наталья прокачивает казначейство. И получит то, что в кружочке четыре победных очка. Клади кубик на ее наверх. Это ты пока твоя нация сразу прокачиваешь. Четыре победных очка. Раз, два, три, четыре. Все, нация твоя сработала. Переходи. Теперь ты с руки играешь карту эпохи. Ты уже приготовила, я смотрю себе, карточку эпохи. Да, приготовила. Засада. Ты не получаешь никаких бонусов, потому что ты вторая идешь. Я просто получу десять победных очков. Ты считаешь, что я на тебя нападать не буду? Ну не знаю. Засаду можно отыгрывать как ответочку. Можете сбросить эту карту с руки при попытке завоевания вашей территории. Если сбросите, получите один любой ресурс и свергните аванпост нападавшего. Но ее можно разыграть еще. Если сыграли как карту эпохи, получите десять очков. Наталья, ты считаешь, что десять очков тебе больше принесут? Если ты один раз и нападешь на меня. 45-55. Ну, хотя бы я продвинусь чуть-чуть. Последняя уже эпоха. Дальше. Стрелочка вверх. Ты еще сейчас можешь прокачать любую из технологий. Ну, уже свои. Вот эту может. Ты дальше вот это казначейство и прокачиваешь. Да. Тут надо, чтобы у меня была валюта. Ну, или у тебя, или у меня, чтобы была открыта валюта. Валюта у нас у всех изобретена. Валюта вот нарисована на этом треке. Мы можем получить валюту. Вот валюта. Она пустая. Да. И ты получаешь какое-то здание. Давай его искать. Вот оно нарисовано. Мне кажется, вот это. Вот оно нарисовано. Вот. Это достижение. Угу. Ну, и закрывай их. Там планировано. Что-нибудь закрою. Ну, вот закрыть вот этих вот две, может, хотя бы. Потом сюда лепнешь одно здание, и у тебя уже будет одна горизонталь. Так будет быстрее. Ну, ладно, давай. Попробуй. Такой совет. Видишь, он этот... Хотя бы одно здание, да. Казначейство твое, это может выступать за территорию. Все, ты прокачала технологию, дальше получай все, что с лавровым листочком у тебя здесь находится. Ну, у меня две. Два значка, каждый значок дает одно победное очко за каждую твою технологию. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Значит, десять. Пять победных очков за этот значок и пять за этот. Десять. Пятьдесят пять, шестьдесят пять. Раз, два, три. Три значка, которые позволят за вертикали и горизонтали. Значит, три умножить... Раз, два. И все? Ну, пока да. Не пошла сюда. О, два на три, шесть только. Шесть победных очков только. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот как бывает. Даже десяточку не получу. Дальше, что у тебя там? Я не вижу за твоими домиками открыто. Здесь две мои занятые территории. Только две. Раз, два, три, четыре, пять умножить на два. Еще десять. И последняя десять. Еще последняя десять. А, там просто десяточка, девяносто. А теперь просто получай ресурсы. Да, так, два. Два мешочка с деньгами. Два мешочка с деньгами. Раз, два, три, четыре человечка. Один грибок. Подожди, а это что у меня было? А, на двоечке у меня, да. Четыре человечка. Один грибок. Раз, два, три, четыре. Культуры. И плюс одну карту. Ну да, карту и... И бери одну территорию. И территорию. Еще две территории получить. Ход переходит ко мне. И скорее всего я пульну сразу в космос. Ну конечно. Пока я эти грибочки не растратил. Опять десять побед. Грибочка трачу. Имею право разыграть. У меня сколько? У меня два осталось. Ну давай-ка вот эту планетку я разыграю. Получаю один ресурс. Звездочку. Я так понимаю. И победные очки за каждую горизонталь и вертикаль. Которые у меня есть. Раз, два, три, четыре. У меня четыре победных очка в принципе ничего не изменилось. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Плюс я могу отдать ресурс. Чтобы разыграть последний оставшийся у меня гекс. Здесь я получу одну карту с колоды. Потом я смогу заменить ревизионизм свой. Наверх сыграть карту. И получить еще победные очки. За количество. Ну и крутись. Ладно. Рискую. Отдаю какой-нибудь один ресурс. Где я считаю? Грибочки мне уже нафиг. Да, уже не надо. Ты уже там прошел. И чтобы получить сыграть этот бонус. Он мне позволяет сразу взять карту. Может быть какая-то карта придет. Колонизация. Потом я смогу ее сыграть наверх. На эту последнюю по правилам игры. Колонизацию я и сыграю. Наверх. А также я получу. Одно победное очко. За каждую карту на руке. И которая уже разыграна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну нормально. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Победных очков. Все убивает и бегает. Вот. Вот такая планета у меня сыгралась. Но теперь при розыгрыше колонизация работает. Выберите какую-нибудь контролируемую территорию. И получите по указанному ресурсу. За типы ландшафта на ней. Горы будут давать человечков. Степи будут давать звездочки. Леса, грибочки. А пустыня будет давать денежки в мешочки. Вот тут я помнишь, у меня такое было? Нет. Только которое я контролирую. А ты не знаю. Я то не контролирую. Хорошо центральный гекс контролировать. Там все четыре. А у меня здесь кусочек леса. И кусочек равнины. Так. За лес я получаю грибочек. И за степь я получаю звездочку. Степь это да? Равнина. Ага. Ну вот можно получить до четырех конечно ресурсов. Колонизация хорошо дается. Это вот центральный гекс. За воду здесь ничего не дается? Нет. Это не считается. Наталья смотри. Я до стих закончил одну полностью. Да. Вот этот трек закончил. А что у нас здесь можно... 10 побед на качку. 10 побед на качку. Завершите любую шкалу развития. Я это сделал первым. 10. Вот ты уже. 45. Я тебя сейчас догоню. 55. Как догонишь. Сейчас я тебя... Где ты? Ты здесь? Я уже сто чем-то. У тебя еще суточки даже нет. Нету. Ходи. Ну пойдем сюда. Прыгай. Платишь звездочку и два любых ресурса. Звездочку. Человечка. И мешочек. Так. Ну сначала у тебя завоевание. Завоевание. А я бы на твоем месте завоевал бы меня, нет? Ты бы получила 10 победных очков. А как я тебя завоевала? Ну вот это твоя контролируемая территория. Ну. Ты можешь прыгнуть на соседнюю и повалить меня. Ну в принципе да. И если я повалю тебя, то у меня два эти сработают. Вот. Смотри. Ты сразу давай свой кубик. Пока не забыли. Угу. Угу. Я тебя сейчас научу как играть. Ты получаешь 10 победных очков. Я просто не подумала, что я особо могу. Свергните два аванпоста соперника. Ну. Сходится? Ты два аванпоста свергнула. 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 Ну а поставь мне хоть на суточку, хоть душу порадуй. Да. Ты это не забудешь. Ну. Потом, что этот бонус говорит? Если ты этим завоеванием захватила чужой аванпост, то ты получишь бонус сразу с двух кубиков. Да. Попробуем, да? Попробуем. Ну, вечно у меня. Ну почему? Ты получаешь вот это победное очко за каждую контролируемую территорию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, правда, тут и семерка можно выпасть, но ты все равно шесть победных очков получаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом, ты только что захватила вот эту территорию, ты получаешь еще и звездочку. Видишь, что звездочка нарисована? Ага. Ну, как хорошо. Ну, неплохо. Еще получаю второй. Вот это вот здание. Танковый завод. Наталья получает. Обалдеть. Он закрывает сразу девять. Ничего нет. Вот ты вот мечтала тот район закрыт, ты его и прикрыла. Угу. И у тебя уже три вертикали сразу. Да. Начинают работать. Ну, смотри. Начинают, начинают. Ну, как бы отработало все. Вот переходит ко мне. А вот я сейчас буду передвигаться по этой шкале. Наталья, здесь нужно отдать с одного человечка, в науку пойду. И один любой ресурс. Смотри, я бросаю кубики уже без крестика. Значит, я вот сейчас вот куда передвинусь, там и выполню все. Угу. Ёх. Ёх. Ёхурный бабай. А мне уже тут передвигаться некуда. Я попал, Наталья. В освоение я передвигаться не могу. Значит, ничего не происходит. Вот такое видишь, тоже не везет. Ну, я все равно. Ну, бонус какой-то ты можешь отдать две карты. Да, ничего не происходит при этом. Я могу отдать две карты любые. Тем более можно отдавать уже. А уже неважно какие. Все. Две карты эпохи, я спрашиваю. Получить за это пять победных очков. Ну. Раз, два, три, четыре, пять. Опять победные очки. Что это? Сколько вы? Пока 160. Молодец. Работает на победные очки. Тратите ресурсы, которые у вас остались. Но тратите, Наталья, сумму. Я сюда пойду. Я вижу, что... Смотри, подожди, подожди. Давай, Наталья, отдай мешочек. Желтенький. У тебя последний мешочек. И два любых ресурса. Так, раз. Молодец. Теперь ты можешь поменять здесь рынок. И взять потом две сразу. Ну, давай поменяем. Давай. Это все идет сброс. А вдруг победные очки хорошие выпадут. Ну, хороших победных очков ты тут не насобираешь. Не, не мало. Наталья, тебе... Не с моим счастьем. Больше технологий. Ты на технологиях неплохо так сможешь получить победных очков. Вот. Бери эту 100% технологию. Смотри. Подожди. Это мой совет тебе. Как? Вот видишь вот эти значки, когда у тебя будут работать? Как это? Ну, да. Тебе хорошо. У тебя уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом смотри. Сразу открывается. Ага. Теперь еще можешь выбрать. Ну, я же тебе говорю. Дурацкий. Бери тогда год в закрытую. Давай вот. Ну, тоже сниму это. Ладно. Все. В нижнюю часть. Сколько у тебя? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь технологий. Семь умножить на два – четырнадцать. То есть, зарабатываешь. Ну, уже, да. Хоть немножко. Все, Наталья. Ну, может, получится где-то открыть. В желтом. Ты знаешь, что получаешь? Вот эту гаргару. Да, да. Вот она самая большая под названием… Я почему ее пошла? …каучиковая фабрика. Она мне вот тут немножко уголки прикроет. А вдруг у меня получится. Наталья. Ну, буду так. Такого я еще не видел. У тебя такой бардак в столице. Это столько всего по нас. Ладно, какой бардак. Столицу застраивал. Ну, кручусь, как могу. Ну, тебя, наверное, не догоню. Так, все сделала, да? Все. Все, отыграла. Ну, как это? Надо мне что-то думать. Ну, трачу последнего человечка. Сюда прыгаю. И какой-нибудь ресурс оденю. Почему я? Зачем? Грибочек потрачу. Зачем мне последние деньги? Не, бросать в кубик я больше не буду. Я лучше выберу вот это серенькое здание. От него избавлюсь. Как раз вот, наверное, вертикаль у меня получится сделать. Еще одно. У меня очень простая задача. Все, Наталья. Ну, я этот тоже не буду. Я вот один этот отдам культуру. Культуру, просто один любой ресурс. Чтобы серенькое здание. Мне запулить. Здесь я вот раз. И получу денежки. Денежки. Да, ты закрываешь один район. Клеточку три на три. Получаешь любой ресурс. Согласно этой подсказке. Ход переходит ко мне. Как мне потратить мои последние ресурсы, чтобы заработать больше победных очков? Блин, у меня человечков нет больше. Значит, сюда прыгнуть я не смогу. Закончились рабочие. А так бы неплохое. Знаешь, что это за значок? Ты выбираешь любую шкалу развития. Любую шкалу развития. И можешь еще один раз ее разыграть. Смотри, где она стоит. Вот этот значок говорит. Я могу еще разыграть вот эту позицию, вот эту позицию или вот эту позицию. Ну, здесь у меня нет. Я всех их разыграл. Это надо как-то еще получить дополнительную. Здесь есть такая механика, когда можно назад шагать. Иногда попадаете. Видишь, шаг назад сделать, допустим, в военной сфере или в технологиях. И выполнить там действие. Значит, будем тратить здесь золотишко и один любой ресурс. Почему? Я вот грибочек. Подкрываешь там это все. Грибочек. Получаю победные очки за каждый арсенал. Только два победных очка я получаю. И потом смогу избавиться вот от этого домика. И поставлю сюда. И потом могу потратить один ресурс, чтобы получить технологию. Ну, давай вот в военной сфере потратим культуру и что-нибудь с технологией. А получится ли мне как-нибудь человечка получить? Давай-ка я кондиционер возьму. Динамит. Динамит. Вот, завоевание можно сделать еще. Все сделал? Да, ход к тебе приходит. Уверен, уверен. А я сюда иду. Наталья, все, ты мешочек один теряешь. Я его как раз получила. И два любых ресурса. И два любых ресурса. Потом избавляешься от желтенького здания. Это рыночек у тебя появится в столице. Если ты найдешь место, куда его сунуть. Смотри внимательно. Так мне и надо тут. Потом сразу же ты получаешь победные очки за каждый рыночек сыгранные. Три. Три рынка. Ты где-то там. Тут. Раз, два, три. И могу улучшить. У тебя же сейчас бонус другой совсем. Ты просто получила 10 победных очков и все. Да, улучшить какую-то технологию, значит будь внимательна, что тебе лучше. Как тебе больше получить победных очков. Но мне надо за это заплатить, да? Ну да. Все. Лафатия закончилась. Ты какой-то ресурс должна заплатить. Но мне кажется, ничего страшного. Ты в любом случае запросто можешь получить 5 победных очков за арсенал. Прокачав арсенал. Видишь? 5 победных очков. Хапнуть. Если ты вот наркоз прокачаешь. А требование там выполняется. Кто-то должен находиться во второй секторе науки. В секторе науки. Да. Из соседей. Я твой сосед, я тут нахожусь. Значит прокачивай. Получишь 5 победных очков. И в принципе ты можешь и эту. И эту могу, да. Да. Ну ладно, давай. Все. Я уговорил Наталью прокачать наркоз. Угу. Работает вот эта вот стрелочка. Так, а что мне убрать? И Наталья получает вот за этот значок. За каждую сыгранную, за каждый арсенал сыгранный ты получаешь одно победное очко. 1, 2, 3, 4, 5. Уход переходит ко мне. И у тебя еще больше? Так, звездочку, любой ресурс отдаю. Прыгаю сюда. Но ты не получишь этого. Потому что я его уже забрал. Человечка, ну конечно достижение ты уже забрал. Достижение забрал. И 1 победное очко за каждую территорию. Я так понимаю, космически не считаются только эти территории. 2 победных очка. Они у него уже разыграны, они не должны считаться. Правильно? Вот там ты. У нас 164 победных очка. Ну уходи. Человечку сделал ты уже, да? Ну вот сюда пойду. Любой ресурс тратишь. Давай грибок потрачу. И здесь ты сможешь от коричневого здания избавиться или территория появится у нас? Нет, от коричневого избавлюсь. Ну может ты и права. Ну я закрою, да. Ты не получаешь еще ресурсы? Получаю один ресурс. У тебя еще один район. Я просто думаю, что мне взять, но там надо два ресурса. Человечка надо. Ну тогда так. Больше ничего не могу. Ну-ка в науке буду развиваться. Две нигде не получу. Трачу человечка и еще два любых ресурса. Могу выполнить действие. Получается, где я нахожусь. Вот это действие я могу выполнить. Или еще опять получить человечка. И там, где нахожусь. А давай так и сделаем. Я выполняю. Это значок позволяет задублировать вот это действие. Я получаю человечка и еще опять два победных очка за каждую территорию, которая у меня на руках. Сейчас я дальше туда пойду. Потом. Ходи. У меня как раз осталось три ресурса. Ну пойду, как ты сказал, сюда. Ну трать человечка или любой какой-нибудь ресурс. Все, ресурсы у тебя закончились. Получай одно победное очко за каждую присутствующую технологию. Семь победных очков. Махом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вон там рядышком. Раз, два, три, пять, шесть, семь. И что тут еще? Ну ты просто получаешь карту. Извините, это здание я уже хапнул, потому что достижение. Я тут первый прошел. Неплохо. А вот это достижение я взял? Нет. Не брал. Да. Я достижение должен вот это взять? Не брал. Ух ты. А куда мне его всунуть-то? Ха-ха-ха. Толку. Ха-ха-ха. Блин. Оно занимает четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь мешает вот эта вот пимпочка. Ха-ха-ха. Так и мне вот это вот. Получилось, я поэтому... Как будто я выбрал себе территорию. Что я здесь понастроил вот этих? Вот они мне теперь мешают. Один, два, три. И здесь пимпочка мешает. Семь, восемь. Немножко тебя догоню, но ненамного. Всего у меня будет он за бортом. Что-то я построил академию. Академию построил. Да, мой ход. Все, Наталья. Да, потому что я как-то пропустил. Ты походила. Последний свой шажок делаю. И трачу все оставшиеся ресурсы вместе с человечком. Могу избавиться от одного вот этого здания. Вот это мне и хорошо. Вот сюда его впихну. О, горизонталь у меня полностью запомнил. А ты совсем технологичный. И получаете победные очки за серые. Раз, два, три и четыре у меня ушло. Четыре. Раз, два, три, четыре победных очка. Ходи. Иду в действие дохода. В действие дохода. Давай сейчас смотреть внимательно. Потому что, что у нас в пятом раунде работает, что у нас не работает. В пятом раунде у нас работают твои нации. Угу. Давай. Какую ты хочешь прокачать? Ну, я думаю, чтобы получить. Невзирая на какие-то. Чтобы получить еще одну. Одна. Ну, что тебе? Умножение даст неплохое. Умножение даст, да. А в победные очки я и так получаю. Получаю любую технологию. Вот, на может еще завоевание сделаешь. Это тебе совет. Ты прокачала. Это сделала только твоя нация. Пока прокачала. Теперь ты переходишь карты. Смотри, карты не играются. Когда ты переходишь в пятую эпоху, карты не играются. Все, карты уже нет. Теперь ты можешь улучшить одну из технологий. Ну, что, вот эту, как ты говоришь? Нет. А зачем? Где тут? Раз, два, три, четыре. Ты тут больше победных очков получишь. А требования есть? Какое там требование? Чтобы кто-то находился вот здесь вот. Во второй, да. Во второй. Во втором секторе технологии. Ну, или дальше он прошел. За каждую технологию. Дай-ка я покажу зрителям очки. Ты изобрела. Наталья изобрела очки. За каждую технологию она сейчас получит победные очки. У тебя сколько их, я уже боюсь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, у тебя сто тридцать очков уже. Тут главное не сбиться. Стрелочка закончилась. Переходим к вопросикам. Угу. Два у тебя лавры хвеночка с технологией умножить на восемь. Я боюсь даже. Стрелочка на восемь шестнадцать. Это сорок шесть. Упс. А потом у тебя раз, два, три, четыре, да? Раз, два, три. Три умножить на всей горизонтали. Три на восемь. Я. Раз, два, три. Ты так не шути. Раз, два, три, шесть, семь, восемь. Точно? Ну точно. Восемь горизонтали и вертикали. Восемь. Восемь умножить на три. Мне калькулятор, что ли? Восемь на три, двадцать четыре. Двадцать четыре. Это сорок шесть и двадцать четыре. Семьдесят, что ли? Да, семьдесят. Нет. Ты что, меня догнала? Я на семьдесят. Ну так догнала, догнала. Так ты сейчас будешь перегонять. Молодец. Я хвалю. Угу. Здесь у меня ничего нету. Подожди, ты вроде пропустила десяточку. А, еще десяточку, да. Так, семьдесят, восемьдесят. Сто восемьдесят. Еще десяточку, да. Спасибо. Здесь ничего нету. А здесь раз, два, три, четыре. Как четыре? Ой, извините. Раз, два. Два. Считаю звездочками. Ты там сейчас опять умножение насчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Контролируешь территорию. Шесть. Двенадцать. Двенадцать. Восемьдесят. Девяносто два. Еще десяточку. Это девяносто два. Двести. 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 На еще на двусоточку. Нет, так не надо давать. Вот, я тебя перемещу сюда. И что? И все? И все, ничего нет. Ты еще хотела что-то? Двести. Двоеточку. Сейчас надо догонять тебя. Ну конечно, я тоже перехожу. Конечно. Ну, догонишь. Ну что толку, я могу закрыть вот это. Работает. Все что? Работает мои лидеры. Закрываю последнюю ячейку, которая на лидерах находится. Мне позволяет здесь переместиться. Я могу сделать завоевание. Завоевание. Давай-ка я завоюю тогда вот эту территорию, соседнюю. Ну бонус, я же не получаю бонус при завоевании. При завоевании нет. Но я зато бросаю вот эти кубики. Ты что-то не завоевывал ничего, я ничего не брала. Ну грибочек. А нафиг мне сейчас грибочек. Семь победных очков. Вот так надо работать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так надо выбрасывать кубики. И плюс я еще избавляюсь вот от одного. Опять мы из-за упала. У тебя этот... Все, ничего не получится. Лененький такой. Уже не важно, куда я этот арсенал всунул. А что ты арсенал получил? Ты же грибок у тебя вышел. Нет, я получил... Вот. Я дальше же отрабатываю. Нация моя отработала. Карту мы не играем. Сейчас я смогу прокачать что-нибудь здесь. А что толку, если я кондиционер прокачаю, я просто получу одного человечка. Ресурсы, конечно, важны, но только при равенстве победных очков. Не знаю, получится у нас победные очки одинаковые. Нормально у тебя все хорошо. Или нет. А вот теперь пошли считать. С технологиями у меня очень плохо. Здесь два значка. Два умножить на две технологии. Четыре. Раз, два, три, четыре. Вот с дегональными и вертикальными лучше. Раз, два, три значка у меня открыты. Раз, два, три, четыре, пять. Пять на три, пятнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, я тебя уже обогнал. Да, да. Потому что здесь у меня двадцать анночку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемьнадцать, двадцать, двадцать. Ну, как обогнал. И плюс за каждую контролируемую территорию я получаю два очка всего лишь. У меня значок еще два. Раз, два. Но хоть не так сильно. Ну, все. Хоть не так сильно, хоть немножко. А то вообще бегал. Я тоже же двухсоточку принес, это у меня 219, у тебя 202 победных очка, игра закончилась. Нечего большего выделить. Я сразу попрошу прощения у зрителей, если вы где-то что-то намудрили, ошибочку какую-то техничку сделали. А теперь давай подводить итоги. Где полазили? Наталья, я знаю, что именно к Джемме Стигмайеру, почему-то среди гиков очень такое внимание идет к этому автору. Любая его новинка обсуждается, критикуется очень сильно. Я скажу сразу, что я уже говорил об этом, что именно это его произведение не похоже ни на серп, ни на виноделие. Я считаю, это неплохо, что он ищет какие-то моменты, что он старается выпускать непохожие игры друг на дружку, в этом ничего плохого нет. Как семейная игра, она подойдет, она такая вот немножко, конечно, сложновато. Особенно для деток вот эти достижения такие красивые. Для деток она, Наталья, будет сложновато, потому что иногда для маленьких деток. Она будет сложновато, но все равно я больше бы ее позиционировал в семейной игре, чем в такой крутой гиковской стратегии. Вот эту надпись, которую сделали маркетологи на коробочке «Цивилизация Джемми Стигмайера», сразу заставляет игроков сравнивать с другими цивилизациями настольными, которые мы выходили. И, конечно, получается, что атмосфера развития цивилизации здесь теряется за этими значками, за этими и за математикой вот этой механической. Мы с тобой вчера, Наталья, сыграли три партии, мы не устали, нету такого вот отторжения, что ты устал. Помнишь, я тебе говорю, четыре часа, думаю... Сходили, потом кофе, что-то перекусили, а сыграем еще партийку, а давай еще сядем, сыграем партийку. Бум, потом уже вроде третью, уже поздно, а потом как-то мы закофим и решили еще третью партию сыграть. За день три партии сыграли и... И не устали. Не было такого, что мозги закипали или что-то происходило. Плюс, конечно, здесь стараешься. Ну еще надо бы поиграть. Здесь есть к чему стремиться. Я понимаю, что рандом зависит, какие карточки эпохи к тебе пришли на руку, какая тебе нация попалась. Но все равно я вижу, что тут можно накопить и 300 плюс очков, Наталья, к этому стремиться. А такие игры мне нравятся, когда они сразу тебе не поддаются, а все-таки надо придумывать какие-то стратегии, чтобы больше... Может, когда нация меняется. Хотя мы с тобой и стараемся получать... Новые эти... Да, я могу и 100 очков набрать и получить удовольствие от партии в этой игре. Могу набрать 300 и не получить удовольствие. Это уже тут все так... Часто в этой игре и происходят очень даже большие разбежки в победных очках. Это мы с тобой как-то ровненько сыграли практически. Наталья Виноделия, которую придумал Стигмайр, тоже ругали за гостей, что гости были несбалансированы. А мне единственный момент, больше всего нравятся гости в этой игре. Да. Ты всегда выиграл у меня именно с этими гостями. И даже когда проиграл, я почему-то винил не Стигмайра, а себя, что я неправильно сыграл. И я чувствовал, что я неправильно этих гостей всунул. Какая карта еще идет. Не в то время, да. И напоследок я скажу, конечно, мы вчетвером попробуем в нее сыграть, чтобы уже окончательное какое-то мнение сложилось об этой игре. Я не жалею, что она появилась в нашей коллекции. Наталья, большое тебе спасибо за игру. Подрубляю, Сережка. Зрителям большое спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ловите нас, Наталья, на просторах Ютуба. Каждую неделю. До свидания. До свидания.